Арчил Гамиашвили просто не мог не сыграть Остапа Бендера, ведь его реальная жизнь была так похожа на жизнь великого комбинатора. До 27 лет артист был не в ладах законом и трижды сидел в тюрьме. Не то, чтобы он потом сильно исправился, просто стал более осторожным. Арчил был не из тех людей, кто может быть счастлив, живя на помойке и голодая. И он не из тех артистов, кто впадает в депрессию из-за несыгранных ролей. Если нет работы в театре, он найдет другой способ прокормиться и будет не менее счастлив. Арчил Гамиашвили, как и Остап Бендер, всегда умел найти деньги. И так же, как и сына турецко-подданного, его интересовало не столько богатство, сколько процесс его накопления. Азарт, горячность и авантюризм – все это было в крови Арчила. С самого рождения и до последнего вздоха. И именно это притягивало к артисту женщин, которых он обожал и не ведал им счету. Именно бесконечные измены стали причиной развода Арчила и его первой супруги Лианы. С ней он познакомился благодаря своей сестре, которая работала с Лианой в одном театре и дружила с ней. Как-то Арчил пришел на премьеру к сестре, увидел на сцену Лиану, влюбился и ничего уже не могло его остановить. Он женился на девушке и в этом браке у них родилось двое сыновей – Зураб и Михаил. Для настоящего грузина – двойное счастье. Но жена была очень ревнива. По признанию актера, она начинала истерить только потому, что он каждое утро принимал холодный душ. Она считала, что если муж плещется в холодном душе, значит непременно пойдет по бабам. А между тем, холодный душ – это многолетняя привычка актера. С походами по бабам никак была не связана. Впрочем, подозрения Лианы были не такие уж беспочвенные. Брак распался, при этом Арчил и Лиана сумели сохранить дружеские отношения, благодаря чему их сыновья не чувствовали, что отец ушел из семьи. Мужчина всегда заботился о них и даже когда они выросли и стали самостоятельны, он им продолжал помогать. А после своего развода Гамиашвили стал активно ухаживать за красивыми женщинами. В их число попали режиссер Татьяна Алиознова, с которой он поссорился из-за того, что та отказала ему в роли Штирлица, и актриса Татьяна Акуневская. Поклонником последней, кстати, был сам Берия. Она была старше Гамиашвили на 12 лет, что не помешало им даже обвенчаться. Но любовь Акуневской потухала так же быстро, как и зажигалась. Поэтому брак с ней вскоре распался. После этого Арчил долго не решал жениться. К тому же он все еще помнил, как пилила его первая жена из-за холодного душа. И это его отрезвляло. Но балерина Танечка, будущая его третья жена, была абсолютной противоположностью Лианы и всех остальных женщин, которых он знал. Она была совсем юной, ведь ей не было и 16. И так тихонько и незаметно она влезла в жизнь 39-летнего артиста, что он не посмотрел, что она несовершеннолетняя. Он просто увез ее с собой безо всякого сопротивления и женился. Его вполне устраивала жизнь Татьяны. Она никогда и ни на что не жаловалась, ничем его не попрекала. А он приходил и уходил, когда хотел. Мог даже ее не замечать, а она ни о чем и не спрашивала. Татьяна родила Арчилу двух дочерей Нину и Катю, в которых он тоже души не чаял. Так же, как и сыновьям, он помогал дочкам устраиваться в жизни и с удовольствием нянчил внуков. В последние годы артист сильно болел, а в 2004 ему диагностировали злокачественную опухоль в легких. К сожалению, ни лечения, ни операции не принесли пользы. В 2005 году великого комбинатора не стало. Если вы досмотрели наше видео до конца, не забывайте ставить лайк и подписываться на наш канал. Также мы ждем от вас комментариев. Помните ли вы актера Арчила Гамиашвили в кино? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!